Где полотенце ты говоришь, что приготовила? Вот, полотенчик. А давай сюда повесим. Эти полотенца тут всю жизнь висели. Я думала, это твое. Я его нашла, повесила сюда. Давай это, не выброжай. Сейчас я тебе спинку потру, вымою тебя, будешь весь вкусно пахнуть. Подожди. Давай, я тебя настрою. Сейчас. Не горячая? Почу с подругой сама. Какая горячая? Ледяная. А что ты с гой-то такой? Я тут тебе мыть собралась, а ты еще на меня злишься? Я думаю, в чем подвох. И там уже стояла бы ты под ледяной водой, я бы на тебя повредил, какая бы ты была. Ну, поворачивайся, Коля. Давай, под мышки, поднимай руки, Коль. Самое главное. Давай, иди ко мне. Иди сюда. Волос будет блестеть. Коленька будет вкусно пахнуть. А что бы ты без меня делала, Коль? Можно вопрос задать? Да. А в чем подвох? В смысле? Ну? Да я от души, Коля. Правда? Чтоб тебя тоже, тебе было приятно. Ты же говоришь, что не забочишься тебе. Вот, забочишься, видишь, мой у тебя. Все, давай, смывай. Можешь мне трусы снять? Все, чистый весь, давай. Не надо трусы снимать. Пугать меня. А то я убегу отсюда. Сам пугаться нечего. Или глаза могу закрыть? Ябарова не испугалась, и меня не испугаешься. Выключай воду. Я с тобой как с ребеночком, а? Ну что ж такое-то? Сколько можно досюсюкаться? Давай, вот тебе полотенчика. Сейчас, подожди. Ну, хоть маленечко воду стряхнусь с себя. Давай. Давай, тебе помогу. Вытирай. Ты это, ты что-то прям это. Вытирай, вытирай, вытирай. Группа общаешься, Коля. Вытирай, вытирай. Вытирай, давай. А что будет, если открою глаза? Открываю, увидишь. Вот, как я тебе обещала, парфюм. Чтобы от тебя все вкусно пахло. И ты будешь, и мне будет приятное время проводить. Не будем ругаться из-за этого, что якобы мне не нравится, как ты пахнешь. Вот. Я надеюсь, тебе понравится запах. Я угадала с твоим вкусом. Ты рад? Рад, рад. Как я рада, Коля. Давай. Я тебе хочу обрезнуть. Парфюм наносится сюда, в калинка. Потом вот сюда, вот сюда. И потом вот так возьми и разотри. Парфюм на волосы наносится. Ой, настоящий мужчина. Давай, 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 давай. На волосы. На лысинку? На волосы. Где-то лысину, видишь? Я бреди на голову. Коля, ну я вижу, он у тебя. Бреди на голову, а не лысый. Все. Рапунцель и ее мужчины. И ее Николаев. Знаешь, что она сегодня сделала? Она. Я уже привык, что здесь смешались кони, люди. Продолжайте. Доставай. Что у тебя, салфетки? А, мыло. Это мыло, которое... Кстати, кстати. Тут уже потихонечку все в порядке. Они уже едят мыло. Сегодня кто-то, короче, ходил в моей кофте ночью, ел мыло и положил мне в корма. Вот я по-любому узнаю, кто это. Нужно провести экспертизу. А вот это в тема, потому что ладно бы мыло, а Рапунцель сегодня подарила дорогой парфюм. Витошо. Витошо этому колешо. И помимо этого, она еще пошла и лично помыла его в душе. Это правда, Оль? Что там у вас происходит? Я пришла в комнату Коли, я была одета. Я говорю, Коля, вставай, доверься мне, я пойду тебя хочу помыть. Я его намыла, надушила. Да, то есть, ребята, вы думаете, что он алкоголик, понимаете, там, нечистоплотный, неопрятный. Я с Колей делаю настоящего мужчину, интеллигентного, понимаете, я делаю доброе дело. И он мне сейчас за это скажет спасибо. Я не слышу, что он тебе платит за это? Я не слышала, что он делает там тебе? Я одетая была, говорю, он был тоже одетый, ну, там, в шортиках был. Я просто, правда, его вымал, он даже помолодел. Ты была одетого мужика старого? Посвешил. В одежде моетесь там? Что там происходит у вас? Вас ничего там не густает лишнее. Вы моетесь в одежде. Ебарыч. Нет, ребята, а что вы удивляетесь? Она обслуживала пол мира. Там не только сорокалетние были, там и шестидесятилетние были, понимаете. И здесь ничего такого удивительного нет, что она его помыла. Я сегодня вот, Чуев, не даст собрать Коля, открывал глаза. Просто действительно солидарность к человеку, потому что она водит его вокруг носа. Коль, она не только мыла человека. Она до этого, ты сам знаешь, чем занималась, понимаешь? И ты сейчас сидишь, удивляешься, когда тебе 30 человек, коллектив говорит, кто такая Ольга Рапунцель. И ты нет, она вот не такая, она порядочная. Вот тебе, пожалуйста. Она моет Колю Должанского. Коля сейчас не будет, она будет другого мыть. Илья Владимирович, не надо сочинять про Оленьку Рапунцель сказки. Никакую половину мира она не мыла, никакую половину страны она не мыла. Ты поняла, Илья Владимирович. У нее там были какие-то отношения через интернет. Это уже мусолили и обмусолили много раз. Значит, уже забыли это. Рапунцель здесь ведет себя вполне порядочно. То, что мы были сегодня в душевой, ну извини, пожалуйста, я за ней уже достаточно давно ухаживаю. И уже пришло время для того, чтобы вместе побыть в душевой. У нас романсики были, у нас все было, что надо. У нас следующая лобная эмбитская стресса. Я не мыла, значит, ни в какой одежде я не был, я не уподобляюсь Ипполиту, значит, из этой, из иронии судьбы, которая, значит, в пальто мылась. Я мылся в плавках. Плавки не стал снимать из уважения к девушке, потому что, как бы так, ну, еще не дошло дело, чтобы плавки снимать. А так, в целом, я был вполне пригоден для душевой. После этого, да, она мне подарила парфюм. У нас все на мази с Рапунцель, как я уже давно сказал. И все у нас в порядке, в принципе-то. Я никакого даже тут шокирующего не вижу факта. У нас отношения с Варенькой Рапунцелью. Они развиваются своим, своим ходом. Вы знаете, ребята сейчас говорят абсолютно серьезно, что действительно у них все движется, да, все движется к отношениям. Сегодня нас Оля собрала и начала убеждать, что она дает шанс Калину, что он ее реально к себе расположил. И у них все очень серьезно. Коля нашел к ней колоссальный какой-то подход. Я считаю, что Коля своим поведением уже, ну, как бы выбрал себе Олечку. Она достойна его. Это будет отличная пара. Как я рада, что вы делали с мужчином. Это будет отличная пара. Глеб. Ольга Рапунцель не выбирает себе молодого человека. Ольга Рапунцель просто, ну, как называется, такая движевая бабенка. У девушки А. Плохое прошлое. Б. Она абсолютно ненадежная. Третья. Вот ее куда направь, она туда и пойдет. Тебе, чтобы, если она тебе нравится, тебе нужно находиться... Ну, с кем-то, или что, я даже не целуюсь и много себе не позволяю. Решаю, что... Коля, я тебе объясняю, Рапунция. Ты просто... Ты не то, что, знаешь, на тебя какой-то... Ты как-то так обижаешь. Ты просто настолько вот глупая во всех своих проявлениях. Настолько такая глупая. И просто не хочется, чтобы... Не хочется, чтобы просто вот Коля... Я не знаю, я к нему хорошо отношусь. Нормально, мне кажется, парень интересный. И мне кажется, Коль... Да пошла она в жопу, эта Рапунция. Вот правда, она ненадежная. Ты из этих ситуаций, она там моет Колю, не Колю. Она еще будет что-то делать. У нее с Ебаровым то же самое было. Ты нормальный пацан. И ты вляпываешься из-за этой Рапунции во всякие такие глупые ситуации. И сам выходишь на ее уровень какого-то такого, тоже такого полудебила. Мне кажется, тебе это нафиг не надо. Здесь огромное количество девушек. Не нужно переключаться, забывать про эту Рапунцию. Пускай она там с Коляном строит отношения в их формате. Я лучше, я, 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 я. Спасибо, Андрей Чуев. А я хочу поддержать Рапунцель. Она наконец-то помыла Колю. Это же нормально в отношениях. Вот мне бабушка рассказывала, она когда вот с дедушкой была, она приходила на работу и всех мыла сначала. То есть она мыла дедушкиных знакомых, всех перемывала. Потом она спрашивала, кто-нибудь там еще есть, кого нужно помыть? То есть я не знаю, мне кажется, я вообще нахожусь в каком-то дурдоме. А мыло не ели там? Реально, мне девушка, девушка с экрана говорит, я просто взяла его помыло. Яйца помыла ему? Просто для меня в 28 лет, когда человек говорит, я пошла, помыла мужчину, и это нормально. Ну для меня это как минимум идиотизм. Я знаю, что там находящиеся все там ребята, здесь находящиеся все ребята понимают, что пойти помыть просто мужчину чужого, я бы выстрелил себе в хрен. Коля, я рад, я рад, что ты нашел свою вторую половинку. Я на самом деле рада, что, по крайней мере, у нас люди на проекте моются, кто-то думает, что мы кто-то не моемся еще. Оказывается, мы можем выйти из ситуации чистенькие, но только не в ситуации с Рапунцель. Рапунцель, в этой ситуации чистый ты уже никак не выйдешь. Мылась ты с Колей, не мылась, а ручки ты замарала. Завтра будет новый день, и Николай, вот, кого он помоет теперь тебе в отместку, мы узнаем только завтра.